Пиратский квест начался в творческой мастерской. На мастер-классе мальчишки и девчонки научились делать текстильную куклу без ниток и иголок. Аккуратно закручивая в валики кусочки ткани, ребята за каких-то полчаса изготовили морского разбойника. Ни одна деталь образа пирата не была упущена. Тельняшка, жилетка, черная борода, длинные волосы и повязка на голове. Ребята старались смастерить поделку как можно быстрее, чтобы наконец увидеть своего пирата. Яркие заготовки и простая конструкция позволили в короткое время сделать игрушку, которую воспитанники школы-интерната взяли с собой на память о квесте. Эта куколка очень похожа на Джека Воробья. Ребята с радостью ее сделали, потренировались в навыках работы с тканью. Дома не всегда такое можно сделать. Были все рады и довольны. Ребят ждали увлекательно морские истории и настоящие пиратские испытания. Квест для гостей придумали активисты клуба «Мечта». Изучив историю известных пиратов, они придумали для участников конкурсы на ловкость, смекалку и сообразительность. Встречал мальчишек и девчонок сам Джек Воробей. Ребята познакомятся, кто такие пираты, знаменитые пираты истории, которые существовали на самом деле, реально в мире. И немножечко попытаются вжиться в роль пиратов, испытать на себе, что такое пиратская жизнь. После небольшого испытания на умении держать равновесие во время качки, ребята отгадали пиратские ребусы и получили числовой шифр. Цифра кода – это номер станции, где участники квеста должны были пройти испытания. На каждом этапе детям рассказывали о самых известных пиратах и учили премудростям разбойничьего дела. В одном из конкурсов пришлось распутать морские узлы, в которые запутались участники команды. Каждый конкурс пиратского квеста стал для мальчишек и девчонок не только увлекательной игрой, но и познавательной викториной об истории пиратства.